Всем привет! Меня зовут Наталья и я приветствую вас в школе графического дизайна. Сегодня очень интересный урок из серии Coral Drip для продвинутых. Урок называется эффект линзы. Линза, как вы понимаете, это смотрение, так скажем, через стекло линзы, в прямом понимании этого слова. То есть линза может увеличивать наш объект. Линза может быть рыбьим глазом. Линза может быть как будто это инфракрасное излучение и так дальше. Давайте обо всем по порядку, как мы с ней работаем. Я сейчас это все уберу. Она лежит в эффектах, эффекты линза, либо горячей клавиши Alt плюс F3. Вот она здесь в правой части экрана выходит меню. Пока что у нас эффекта линзы нет. Для этого нам нужно нарисовать обязательно тот объект, который будет служить у нас линзой. Это может быть замкнутый или даже не замкнутый контур. И я заготовила для вас, как вы видите, несколько векторных объектов и растровый объект. Импортировала в Corel. Ну давайте придадим цвет, уберем контур и поехали по порядку. Линза яркость. Нажимаем на нее, видим здесь у нас предпросмотр. Это касаться будет каждой линзы. Яркость, она увеличивает или уменьшает яркость тех объектов, которые лежат под линзой. Я особо останавливаться не буду. Здесь пощелкайте сами цифры. Скажу только застывшая. Тоже команда будет у каждой линзы. Если мы на нее нажимаем, то у нас то, что попадает под линзу, копируется. Мы вводим и вместе с ним вводится вот это изображение, попавшее под линзу. С этим я думаю, что все понятно. Дальше эффект сложения цветов. Можем задать здесь цвет. То есть прибавляется цвет линзы к цвету, который попал под под нее. Любой другой. Дальше цветовой фильтр. Он отфильтровывает тот цвет, который есть у линзы. Специальная палитра окрашивает цвета между двумя выбранными. Следующий эффект рыбьего глаза. Он больше наглядный будет у нас на векторных объектах. То есть это искажение на увеличение к центру линзы, либо на уменьшение. Вот что происходит. Искажает. Следующая линза. Температурная карта. Это эффект инфракрасного излучения. То есть он светлые цвета делает теплыми, а темные цвета делает холодными. Здесь можно тоже поиграть с настройками. И эти переходы, конечно же, тоже изменятся. Следующая линза. Это линза увеличения. Название говорит за себя. То есть это увеличение на заданное число. Оно может быть до 100. В цвете пиксели, да, видны? Огромное-огромное увеличение. Следующая линза. Оттенки серого. Это тонирование. То есть мы можем задать любой цвет, и у нас тонируется этим цветом все, что лежит под линзой. И прозрачность. Прозрачность уже вам знакома. Это затуманенное стекло. Тоже цвет мы можем задать любой, какой вам нужен. И каркас. Каркас относится, конечно, к векторным объектам. Заливку уберем. Она нам ненаглядна. То есть показывает, как и вид каркас, то из чего созданы группы объектов. Давайте поближе покажу. Вот рыбеха, да? Показывает только контуры. Без заливок и без всех эффектов. На этом у нас урок, посвященный линзам, закончился. Если он был вам полезен, то обязательно ставьте лайк. Обязательно в комментариях пишите все свои вопросы. Я с удовольствием буду помогать вам разбираться с программой Coral Draw. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. А с вами была Наталья из школы графического дизайна. Всем пока!